Добрый день! Сегодня сделаю обзор сушки для овощей и фруктов Китфорг модель КТ-1911. Заказывала я в интернет-магазине. Ссылку на магазин оставлю в описании. Заказ можно оформить в удобном для себя магазине, таких как МВИДЕО, Ильдорадо и другие. Сушка была надежно упакована, пришла без каких-либо повреждений. Сушка имеет металлический корпус, передняя дверка, стекло. По бокам сушка имеет ручки для удобства переноса. Она не тяжелая. Шнур 90 см. Размер сушки. Высота 31 см. Ширина 34 см. Глубина 45 см. Размер в отношении листа формата А4. Глубина чуть больше двух листов. Дверка сушки стекло. Закрывается на магнитах довольно надежно. Корпус полностью металлический. Большой вентилятор. Ножки довольно устойчивые. В комплекте 6 решеток для сушки ягод зелени. Пластик качественный, гибкий, не трубкий. Поддонов для пастилы также 6. Пластик качественный, но при падении сильным, я думаю, будут сколы. Решетки металлические. Довольно надежные, прочные. Размер в отношении листа А4. Сушка имеет 6 уровней. Расстояние между ярусами около 5 см. Все ярусы равномерно просушиваются за счет хорошего обдува. Управление довольно простое. Кнопка включения. Температура с шагом 5 градусов. В диапазоне от 35 до 75 градусов Цельсия. Время работы от 30 минут до 24 часов. С шагом 30 минут. Работает довольно тихо. Послушаем. По окончанию работы издается довольно громкий сигнал. Покажу ее в работе. Нарезаю зелень. Выкладываю на поддон и отправляю сушиться. Одновременно можно сочетать разные продукты. Советую соблюдать температуру сушки, рекомендованную производителем. Сохнет зелень быстро. Для зелени лучше использовать поддон для пастилы. Также хорошо сушить яблоки. На один поддон уходит примерно 3-4 средних яблока. Одновременно можно высушить вот такое количество яблок. Приготовим пастилу. За основу пастилы я беру яблочное пюре. Как я его готовлю, можно посмотреть в видео яблочная пастила в духовке. Добавляю свежую клюкву. Измельчаю блендером. Пюре неоднородное. При желании можно пропустить через сито. Смазываю поддон небольшим количеством растительного масла. Буквально одна капля. Пюре распределяю равномерным слоем. Высота бортика поддона для пастилы идеальна. Сушу при температуре 55 градусов Цельсия примерно 8 часов. Вот такая получается пастила. Это у меня пастила яблоко с вишней. Пастила получается эластичная по краям в отличие от пастилы приготовленной в духовке. Пастилу можно сделать с разной начинкой. Орехи, сухофрукты, мед. Получаются полезные сладости для всей семьи. Сезон незаменимый. Данная вещь в доме. Сушкой полностью довольна. Советую обратить внимание.